Всем привет, я Макс, и сегодня мы посмотрим две новинки из Китая. Meizu M5 Note, очередное поколение недорогого Meizu с крупным дисплеем. По начинке. Процессор 8-ядерный Minitech Helio P10, 3 гигабайта или 4 гигабайта оперативной памяти, и 16, 32, либо 64 встроенной памяти. Дисплей 5,5 дюймов, разрешение Full HD, и стекло 2,5D, камера на 13 и 5 мегапикселей, батарея на 4000 мА, также поддерживает сканер отпечатков пальцев на лицевой стороне, GPS, GLONASS, 4G и VOI LTE. Особенностью данного смартфона является лишь сканер отпечатков пальцев, который расположен на лицевой стороне, что удобная вещь. В остальном, что мы имеем? Процессор неплохой, который хорошо справляется со всеми задачами на среднем уровне, но не лучше других за свою стоимость. Камера в смартфоне снимает неплохо, но опять же, так же, как и другие смартфоны за эту стоимость. Что очень хорошо в этом смартфоне, так это наличие быстрой зарядки. Действительно классная вещь, особенно если у вас нет времени заряжать смартфон. Также отмечу, отличный аккумулятор, очень емкий. Ну и еще плюс, это 4G с широким диапазонным частот. Ну а вот стоит ли покупать его за 150 долларов? Да, он точно того стоит, как и большинство схожих смартфонов. Но данный аппарат должен был заменить Meizu M3 Note, что в общем-то у него не особо получилось. Так как по начинке это абсолютно тот же смартфон, за исключением некоторых изменений. Ну и данный смартфон имеет лучший внешний вид. А также Meizu M5 Note должен был составить конкуренцию Xiaomi. Но в итоге им это тоже не удалось. Redmi Note 3 остается вариантом получше, по части производительности. Хотя судя по тому, что в Meizu M5 Note процессор тот же, что и в прошлой модели от Meizu, можно сказать с уверенностью, что Meizu и не старались увеличить производительность. Но все же данный смартфон очень-таки неплох. У него все так же одна из самых приятных оболочек андроида. И внешний вид также может понравиться большинству. Это конечно на вкус и цвет. Также отмечу камеру. Снимают достаточно хорошие фотографии и видео. Не хуже конкурентов. И из трех версий данного смартфона, я рекомендую остановиться на версии 3.32. Так как 16 гигабайт будет маловато, а 64 дороговато. За те деньги можно купить смартфон получше. И из-за памяти не стоит переплачивать конкретно за данный аппарат. Поэтому 32 гигабайта это золотая середина на данный момент. Мне лично хватило бы этой памяти на все, что нужно. Установив все нужные приложения, пару игр и остальное осталось бы еще для музыки и фотографий. И не нужно покупать даже флешки. Ну а стоимость данного смартфона от 140 долларов до 220. В зависимости от версии. Oukitel C5 Pro. Очередной представитель бюджетного сегмента смартфонов. И конечно смартфон имеет свои особенности. Итак по начинке. Процессор 4 ядерный Mediatek MT6737. 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенный. Также поддерживает карты памяти. Дисплей 5 дюймов, разрешение HD. Также стекло 2.5D. Камера на 5 и на 2 мегапикселя. Аккумулятор на 2000 мА. Данный смартфон отличается от остальных. Первое это необычным рисунком задней крышки. И выглядит на деле это как минимум необычно. Второй плюс к такому покрытию оно не маркое. Но главным достоинством как и обычно от компании Oukitel это ударопрочность смартфона. Каркас выполнен из металла. А также дисплей смартфона защищен ударопрочным стеклом. По крайней мере он будет крепче чем у обычного рядового бюджетника. Компанию Oukitel в этом не обманывают. Они действительно стараются сделать крепкими свои смартфоны. И как обычно к выпуску нового смартфона они выпускают пару видеороликов. Где пытаются убить свой смартфон. По начинке в смартфоне также неплохо. Оперативки 2 гигабайта будет в самый раз. Меньше 2 гигабайтов за эту сумму уже покупать точно не стоит. Единственный недостаток смартфона это пожалуй аккумулятор. Который здесь всего на 2000 мА. В отличии от конкурентов. Ну а также минус это не заявлена поддержка OTG. Да и также отмечу. Производитель недавно сообщил что смартфон уже в марте обновится до андроида 7.0. Что очень хорошо для бюджетника. Цена устройства 70 долларов. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если вы не смогли определиться в выборе смартфона. Обращайтесь на наш портал. Ну и удачи всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok